В нашей программе в рубрике «Красота и здоровье» мы уже не раз говорили о спа-процедурах как для мужчин, так и для женщин. Сегодня мы поговорим про детское спа, чем оно полезно для вашего ребенка. Многие из нас знают, что такое спа-процедуры. Они очень хорошо расслабляют, снимают напряжение и оказывают хороший косметический эффект. Даже простой массаж способен сотворить чудо. А дети сами по себе очень активные, постоянно бегают, прыгают или устают в школе. Им тоже нужно отдыхать и расслабляться. Поэтому если вы приведете свое чадо на спа-процедуры, сделайте ему приятный сюрприз. Большинство девчонок и мальчишек любят купаться, поэтому основная составляющая такого отдыха – это купель. Детские спа-процедуры – это как бы тоже и отдых для ребенка, но больше как бы развлечение. То есть это купель. И купель, она может быть либо с травками, либо с молочком. Как вы сейчас видели, ребенку это очень интересно. То есть наливается желтое маслице, потом оно превращается в молочко. Там тайские травки добавлены. Они успокаивают нервную систему ребенка. Как бы также питание и увлажнение кожи, потому что у детских тоже за зиму кожа очень пересушенная. Ну и также как бы погреться в этой бочке можно. И вообще детям нравится вода. Они же любят водички возиться. Где сейчас вот, ну бассейн – это понятно, а здесь тоже как бы интересно купель. Такая процедура особенно хорошо действует на чрезвычайно активных детей, особенно если у них есть проблемы со сном. Ванна с травами или молочком подействует как успокоительная, поэтому своего ребенка в салон везти на такую процедуру лучше всего во второй половине дня. Это своеобразная ароматерапия. Аромамасла, эфирные масла, они успокаивающие, успокаивают нервную систему, расслабляют организм. Ну и вот, как я сказала, увлажнение питания. После этого можно сделать массаж. Массаж ребенку делается лечебный. В принципе, как бы рекомендуется это, если есть какие-то проблемы, заболевания. Здесь больше массаж такой игровой, расслабляющий, успокаивающий. Детки обычно как бы они в этом возрасте не осознают, что такое массаж. Поэтому больше как бы погладить, пощипать, что-то так поиграть. По-другому и не получится. Делать классический массаж или какой-либо другой нет смысла, потому что ребенку это вряд ли понравится. Поэтому при выборе такой услуги стоит ориентироваться на характер собственного ребенка. Для неусидчивых и подвижных детей такая процедура массажа не подойдет. Если ваш ребенок не против, то это очень хорошо. Не болезненный, но очень приятный, поглаживающий также движение. Ну и как бы они немножко, да, успокаивают. Дети, они же перевозбудимые, то есть их успокоить очень тяжело. Вот. И как бы во время массажа он чуть-чуть с нервной системой успокаивается. Вся процедура длится не более 40 минут. Да на большее время у ребенка и терпения вряд ли хватит. 15 минут поболтыхаться в купеле и 25 минут на то, чтобы сделать приятный массаж. Затем можно просто отдохнуть, выпить сок или горячего травяного чая. Вся процедура безопасна для ребенка. Его не оставят без присмотра. И все травы тоже безопасны. Если, конечно, у вашего чада нет индивидуальной непереносимости на какие-либо травы. Об этом стоит упомянуть перед самым началом процедуры. Я думаю, что иногда можно на ребенка сводить, побаловать его. В качестве поощрения. Вот. Ему очень понравилось. Он даже не хотел выходить из этой купели. Вот. И полезно. Конечно, полезно. Это вообще ванны. Они же расслабляют. И там ароматы, и массаж. Это очень полезно. Я думаю, что можно, конечно. Даже нужно. Побаловать своего ребенка такой развлекательной программой можно и почаще. Вы сами останетесь довольны, и ваш ребенок тоже. Тем более, что это будет полезнее и приятнее, чем просто прогулка на улице или компьютерные игрушки. Если у вас возникли вопросы по этой процедуре или по каким-либо другим, пишите их на электронный ящик программы потребитель63собака.gmail.com и мы обязательно на них ответим. Удачи вам. Всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»